На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте! Золотой дубль женская команда гонбольного клуба Гомель пополнила свою коллекцию четвертым Кубком Беларуси. Трофей дружина Томожа Чаттера присовокупила к титулу чемпиона страны. В финале розыгрыша Кубка Беларуси, который принимал Гомельский дворец игровых видов спорта, ожидаемо сошлись Гомели и Бенту Белас. Поединок для хозяек площадки начался не очень удачно. Благодаря быстрым атакам и плотной защите столичная команда повела 4-0. Правда, три подряд результативные атаки гомельчанок сократили отставание до одного мяча. Впервые же сравнять счет хозяйкам паркета удалось только к 22-й минуте, а к сирене на перерыв они уже выигрывали плюс два. Старт второго тайма вновь остался за мячанками, к его экватору уже они вели плюс два. Главком обеих команд во время всего поединка не скупились на тактические ухищрения, выстраивая различные схемы как в атаке, так и в защите. Константин Шароваров активно использовал замену голкипера на седьмого полевого игрока, за что его команда не раз поплатилась. Гомель забивал легкие голы, поражая пустые ворота. В самой концовке именно это и подвело Бенту. За три минуты до окончания матча счет на табло был равный. Два к ряду перехвата гомельчанок точными бросками по пустым воротам завершила Кристина Мисаченко. Мария Коновал вскоре отрыв сократила до минимума, а за полминуты до сирены и вовсе могла сравнять счет. Однако судьи усмотрели в ее действиях нарушение правил. Гомельчанкам оставалось только не потерять мяч в оставшиеся секунды, с чем они успешно справились и в четвертый раз стали обладательницами Кубка Беларуси. У всех практически была злость игровая, потому что все злятся, все понимают, что мы выше, мы сильнее на голову. Поэтому у всех был боевой настрой. Нам нужно было доказать, мы опозорились здесь, грубо говоря, в последней игре. Нам нужно было сейчас доказать, что мы лучше. И мы это доказали, я считаю. Силы, конечно, на исходе. В конце сезона все уставшие, и мы, и БНТУ тоже мы это видим. Тренер нас мотивировал, как хотел, как мог. Спасибо огромное болельщикам, в первую очередь, потому что если бы не они, у нас бы ничего здесь не получилось. После финальной сирены гонболистки Гомеля исполнили перед домашними трибунами победный танец, а спустя десяток минут подняли над головой Кубок Беларуси. Сезон получился. Гомель сумел вернуть оба национальных трофея, проигранных в минувшем игровом году. Не удалось достигнуть только одной цели, которую перед собой и командой ставил Томаш Чаторм – дойти минимум до полуфинала Кубка Вызова ЕГЭФ. В одной четвертой финала, напомню, Гомель в драматичном двухматчевом противостоянии проиграл испанской Ракаси. А если учитывать, что именно эта команда и выиграла в итоге трофей, то Гомель вполне мог рассчитывать на самый высокий результат. Я очень доволен, что выиграли чемпионат и Кубок. Но могли бы давать еще на Европейском Кубоку, челлендж капу, если вы увидели, кто выиграл этот челлендж кап, это команда, которая, мы дрались с ней здесь, среди Гомела, и выиграли их, но по панальти неудачно испали. Это просто, если бы еще это выиграли, это бы просто было круто за все наши девушки. Финал Кубка Беларуси стал последним поединком в майке Гомеля для линейной Виктории Шимановской. Гонбалистка переходит в стан серебряного призера чемпионата России Тольяттинскую ладу. За шесть сезонов в Гомеле Виктория Шимановская трижды становилась чемпионкой страны и четыре раза побеждала в Кубке. По словам спортсменки, приятно завершить выступление за клуб на такой мажорной ноте. Я надеюсь, что российский чемпионат будет намного интереснее, что я поеду научусь там еще чему-то новому, что поможет мне в будущем играть и за сборную, и, может быть, еще поменять какие-то клубы. Очень слабо верится, что это вот последнее мое пребывание в этом зале в качестве игрока, и вообще даже тренировки больше не будет здесь. Как-то еще уже, наверное, скучаю. Девочки, болельщики, все стало таким родным и очень близко мне. Поэтому я буду очень скучать. Это были одни из лучших шесть лет моей жизни. И я надеюсь, что Гомельс будет дальше подниматься и дальше расти. И я всегда радуюсь своих болельщиков. Я думаю, что мы еще встретимся. Есть все основания полагать, что Виктория не затеряется в более сильном, нежели белорусский, российском чемпионате. В Гомельской области проходят региональные этапы четвертого сезона семейного фестиваля «Папа, мама, я. Футбольная семья». Всего их запланировано четыре. Первый состоялся в Речицу 18 мая. Второй в ближайшее воскресенье 26 мая пройдет в Мозере. 2 июня футбольные семьи соберутся в Калинковичах. Финальный областной этап состоится 24 августа в Гомеле на стадионе «Сдюшор» номер 8. По его итогам отберут лучшие семьи для участия в республиканском фестивале, который в сентябре примет Минск. У нас получается на региональные фестивали по 40 семей у нас был в этом году квота, а на областной 80 семей. Очень активно регистрируются, буквально открываем регистрацию и буквально за неделю, за две люди уже эту квоту заполняют, то, что нам предоставили. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4.